В том, что в принципе ничего не меняется, но вы только ровно один раз инвестируете деньги в акции и всю жизнь получаете деньги. Это лучше, чем инвестиционные пакеты? Да. Это лучше, потому что мы что знаем, сколько мы получаем прибыли и сколько отдаем нашим людям за инвестиционные пакеты. Знаем? А значит мы эти деньги зарабатываем, а значит мы их можем зарабатывать и иметь всегда для себя, развиваясь и строя свой собственный бизнес большого акционерного общества. Выплачивается за счет прибыли бизнесов. Акции можно продать, подарить, переписать на других лиц, передать по наследству. Это все возможно сделать. Почему? Потому что мы, еще раз говорю, с сегодняшнего дня, если у кого-то были какие-то сомнения, переходим на абсолютно стопроцентный легальный уровень. Мы все необходимые документы собираем, даем. Мы все делаем для того, чтобы мы с вами могли спокойно продвигать наш бизнес и на этом еще и зарабатывать. Что же мы можем заработать на этом? Следующий слайд. Самое важное, это все совершенно легально и продавать акции можно в любой стране мира. Вы, когда поедете в любую страну, вы можете продать акции абсолютно любому человеку. Это не запрещено законом. Скажите, будут ли тогда, когда кто-то при презентации, вы им будете продавать акции компании по хорошей цене, при хорошем принципу работы, с уже действующими бизнесами, которые каждый месяц открываются. Может быть, это вам помочь в будущем развивать свои структуры и свой бизнес? Может? Да, ведь ничего не меняется. Меняется только название. Следующий слайд. Итак, 100% акций компании Helix это 1 миллиард долларов США. Следующий. На 49% проданных акций новым акционерам мы построим громадные бизнес-проекты на сумму 490 миллионов долларов. Это 49% тех акций, которые имеет сейчас компания после того, как 2 заберет себе. 49% акций не имеют срока годности, это постоянная прибыль в виде дивидендов. Акции можно продавать всем партнерам и акционерам компании Helix. Следующий. 1% акций равен 200 тысячам акций. Одна акция равняется 50 долларов. Мы продумали для того, чтобы вы могли быстро и безболезненно продавать их. Они не будут идти сейчас расти в цене, потому что мы с вами это сегодня решим. Пока не будут идти. Но одна акция будет стоить 50 долларов. Сколько их можно купить? Это абсолютно теперь неограниченное количество. Вы можете купить столько, сколько вы хотите получать прибыли от компании нашей. А вы уже знаете, какая прибыль у нас в компании есть. Следующий слайд. Ежемесячные выплаты стабильных дивидендов от бизнесов. Следующий. Кроме дивидендов, один раз в два года на дне рождения компании мы можем поднять цену акций компании выше 50 долларов США. То есть, сегодня мы их сделали 50 долларов за одну акцию. К следующему этапу поднятия акций мы с вами договариваемся, что мы это сделаем ровно через два года. Мы придем к этому через два года. И если их нужно будет поднять, мы их поднимем к той рыночной цене, которая она действительно нам нужна. Но чтобы нас сейчас не поглотила никакая другая юридическая компания или холдинг, мы не продаем акции большими суммами, большими более чем 0,24%. Чтобы вы понимали. То есть, в принципе, их можно покупать до 0,24% и не более того. Следующее. 18%. Что вы думаете это? Рефералка. Сразу думают про рефералку. А что еще есть? Какие-то есть еще? 18% дивидендов. Вы знаете, я не хочу. В год. Нет. Все правильно. Андрей Франковский правильно сказал. 18% реферальная программа. 18%. Это то, что мы действительно теперь можем себе позволить. Следующий слайд. 12-ти уровневая система. Вместо 8-ми 12 уровней. 18% едва уходит к вам в ранг, когда вы будете получать бонус за ранг. Всего мы имеем возможность отдавать 20% вам на то, чтобы вы имели свой заработок. Следующий слайд. Итак, первая линия зеленая 7%, вторая 3%, с третьей по восьмую линию по 1%, с девятой по двенадцатую линию полпроцента. Скажите, интереснее будет зарабатывать еще? Больше? И возможности больше. Следующий слайд. 2% уходит на оплату рангов партнера. Я это вам уже говорил. Я вам это открыто рассказываю по этим процентам и по всему, чтобы вы понимали, что акции, когда мы будем продавать, мы будем иметь возможность за эти деньги покупать абсолютно все виды бизнеса, которые у нас распланированы. И эти бизнеса, они уже распланированы, они уже будут буквально с апреля месяца активно открываться. И вы должны понимать, что это значит для вас всех. Следующее. Ранговая система Helix сохраняется. То есть мы ничего не меняем, это ничего не новое. Это все появится у нас в личном кабинете. Будет отдельный сайт, конечно, для ознакомления, для информации. И когда вы сможете прийти в гости, например, к какому-то врачу, вы сможете это предложить. Скажите, он будет сомневаться? Нет. Ведь у вас будет все для того, чтобы он мог сказать ему, что это все правильно. Если вы придете к своему другу, милиционеру или суде какому-то, он будет с вами о чем-то здесь говорить? Конечно, будет. Потому что он купит акции компании Helix у вас же. И вы на этом еще будете зарабатывать деньги. Следующее. Какие бизнес-проекты мы откроем в ближайшие пять лет? Итак, это самый интересный момент, потому что у нас их очень много. Я выбрал несколько самых важных, которые мы собираемся открыть. И хочу вам сегодня его презентовать. Следующее слово. Сеть кофеин в Украине, России и странах Евросоюза. Бюджет 30 миллионов долларов. Реализация 2016-2020 года. Это... Ну и развивать далее. Что это такое? Все мы знаем хорошую кофейню Starbucks. Ну и знаем о том, что их во многих странах просто не существует. Например, так как это в Украине. Я не знаю, в Казахстане есть или нет. Но важность не в том, что есть она или нет. А важность в том, что качественный кофе привлекает большое количество людей. Мы были в Америке, простояли в очереди 20 минут для того, чтобы заказать кофе. И еще 15 минут для того, чтобы его сделали. Это говорит о том, что это очень рентабельно. И когда мы видим о том, что за этим будущее, что мы каждый день пьем больше всего кофе. Все больше и больше. Мы уже можем выбирать, что такое качественный кофе, а что не очень. Вот сейчас мы будем развивать этот бизнес. Мы сделаем большую сеть своих кофеен по всей Украине, по России, по странам СНГ. В первую очередь, Казахстан будет второй страной, с которой мы это будем начинать. Но это не говорится о том, что мы начнем с Украины, а они потом. Мы будем это делать все параллельно. Потому что кофеение это очень и очень интересный бизнес. И пообщавшись со всеми финансистами, социологами разных стран и разных компаний, мы поняли, что это очень и очень актуально. Можете про это прочитать в интернете. Следующее. Хелик Сити. Строительство под Киевом. Бюджет 65 миллионов долларов. Реализация 2016-2022 года. Пять очередей строительства. Это не просто построить дом. Мы строим абсолютно целый город. Город такой, как, может быть, вы были в Святом Власе и видели это. Это целый город на 50, 60, 100 тысяч людей. Видите, срок реализации большой. Мы специально взяли место под строительство такое, которое можно было бы все дольше и дальше покупать землю и строить собственные дома и собственный город под названием Хелик Сити. Это тогда, когда вы сможете себе выбрать жить в пятиэтажке, в хорошем пентхаусе, а может быть, жить в двухэтажном доме, который будет стоять отдельно. Может быть, вы захотите где-то отдохнуть, и это все, вся инфраструктура будет в этом закрытом городе. Он будет охраняться. Там можно будет просто с открытыми дверьми жить, потому что все мы будем с вами жить там. И мы друг другу уже давным-давно показали о том, что мы друг другу доверяем. Я вам показывал буквально два месяца назад фотографии. Это приблизительно таких домов, которые мы будем строить. Сам я их сфотографировал в Диснейленде, в городе Орландо. Но почему я это сделал? Неспроста. Потому что все план-схемы этого города, это огромный город Диснейленда, в окраинах Орландо, построили наши украинцы. И все схемы, и все полностью планы у нас уже есть. Мы можем это позволить себе. Мы сделаем люксовый город, в котором будем с вами жить, в котором будем продавать квартиры только своим, и будем, знаете, продавать квартиры только после проведения беседы с каким-то нашим организационным составом. И тогда будем принимать решение, годен ли человек жить у нас вместе с нами или нет. Это я говорю про тех, кто еще не в Хеликс. И это будет очень интересно и грандиозно. Ведь там будут круглосуточные магазины, круглосуточные рестораны. Вы всегда просто сможете заказать себе любой вид еды домой, и он с гораздо дешевым, ну, меньшей стоимостью, будет приходить к вам. Если этот проект мы реализуем, и все будет отлично, и всем это понравится, дай бог мы сделаем это у ваших, в других странах, от которых вы сейчас приехали сюда. Пусть будет это Казахстан, пусть будет это Россия, или еще какие-то страны. В Польше это тоже можно сделать. Потому что это всегда рентабельно. Мы знаем о том, что недвижимость всегда растет в цене. И она может не расти только по форс-мажорным обстоятельствам, которые очень и очень редко случаются. Но не в нашем случае. Поэтому это очень большой бюджет, который мы сейчас... Очень большой шаг. Это очень сильно, если мы это с вами сделаем. Мы там улицы назовем имени Оронца. Будет проспект имени Карбашевского. Провулок имени Катюжанского. И все такое. Понимаете? То есть все будет наше. Следующий слайд. Хеликс Хотелс. Ну мы про это уже знаем. Мы запускаем сеть собственных отелей. Мы будем брать не особо ликвидные. Этим уже занимается отдельная рабочая группа. Мы сейчас будем подключать в нашу Хеликс Хотелс много разных других гостиниц, которые не входят в нашу сеть. И будем предлагать прекрасные условия для каждого из нас. И просто для людей, которые будут посещать разные города и будут с большими интересными скидками жить именно в наших гостиницах. Гостиницы мы выбираем очень четко. Никаких, то есть сельпо у нас не будет. Все очень серьезно. Следующий. Витаминный завод, развлекательный ночной клуб, казино, недвижимость. Это инвестиции на Кипре. Это то, что сейчас очень актуально. Почему? Когда я приехал буквально недавно на Кипр с нашей рабочей командой, они там проводили презентации на северном, на южном Кипре, я им сказал, хотите стать долларовыми миллионерами через два года, купите сейчас три квартиры. Здесь за 80-100 тысяч долларов. И станете долларовыми миллионерами через два года. Почему? Северный Кипр, никому это сейчас уже не идет в этот, все мы знаем, что Турция и Северный Кипр переходят в самое ближайшее время, будут входить в Евросоюз. И тогда, когда Северный с Южным Кипром объединятся, так как они между собой не очень в хороших отношениях, сейчас они объединятся. И как вы думаете, будет ли стоить на Северном Кипре недвижимость столько, сколько стоит на Южном? Абсолютно та же будет цена. Почему? Потому что сейчас там строится все новое. Все новые комплексы, новые городки. Когда мы едем на Южный Кипр, мы можем там купить за 350-400 тысяч то, что на Северном мы купим за 80. Понимаете? И дешевле мы на Южном ничего не купим. Поэтому наше следующее направление, это с владельцем компании Найнлар, с Ахмедбеем Нойаном, мы решили с вами делать и инвестировать именно на Северный Кипр. Очень многие из вас были в прошлый раз и знаете о том, как это все выглядит, как это все работает там. Так вот мы там будем строить еще большой ночной клуб наподобие Ибицы в Одессе. Вот такое направление мы берем, мы уже имеем землю под это все. Если вы не знаете, что такое Ибица-Одесса, это я вам объясню. Это самый лучший клуб Украины. Он работает с колоссальными возможностями. И вот эти колоссальные возможности мы хотим еще реализовать на Кипре для всех наших жителей и для будущих людей, которые там приобретут квартиры и будут отдыхать. Недвижимость, казино. То есть вы понимаете, казино там абсолютно легально может работать. Мы тоже этим будем заниматься. развлекательный комплекс. Мы тоже будем строить наподобие такого, как вот яхт-клуб был в Святом Власе. Вот такую первую линию мы возле моря будем с вами, ну, будем все вместе с вами строить. Сделаем яхт-клуб и там будет хороший центр для отдыха всем нам. Следующий слайд. Хеликс-баня. Мы очень серьезно к этому подошли и очень хотим это продвигать. Хеликс-бани должны работать везде. Это то, что мы просто обязаны с вами сделать, потому что все балдеют от этого. Я кого не видел в нашем банном комплексе, им всем просто безумно это нравится. И это стоит не таких сумасшедших денег, как вы думаете. Оно стоит в районе от 500 до миллиона долларов. То есть один банный комплекс. Поэтому мы таких можем с вами наплодить сколько угодно. Особенно с нашими новыми сейчас возможностями. Поэтому я вам скажу о том, что вот это мы будем делать. Украина, Россия, Казахстан, страны Евросоюза, США. США отдельно. Потому что и два города уже очень просят. Мы с мамой ездили с одним человеком в... Боже, как этот город называется? Майами. Во. Майами. И он сказал, сделайте нам что-то, потому что у нас нет бань. И у нас всегда жара. Но это не дает... То есть многие компании думают о том, что это нам не нужно. Но там есть очень много русских супермаркетов, магазинов. И они очень просят и даже готовы найти нам помещение на тысячу квадратов, чтобы мы там открыли Хеликс-баню. И мы тоже это сделаем обязательно. И вот 2016-2019 года бюджет пока 8 миллионов долларов. Откроем штук 10, 16, 15. И тогда посмотрим, как нам двигаться дальше. Следующий слайд. Мобильные приложения и IT-проекты. Бюджет на 50 миллионов долларов. 2016 год, 17-18. Мы хотим 3 года подряд 50 миллионов долларов инвестировать в мобильные приложения и в интернет-сайты. Сайты не обычные, а сайты с какой-то тематикой. И сейчас вы знаете о том, что с Джоном Ван Эйкином мы уже имеем 2,5 тысячи стартапов, которых будем рассматривать и самых интересных туда будем инвестировать деньги. Джон Ван Эйкин провел большую такую в декабре месяце большую такую презентационную стартаперскую компанию и собрал очень большое количество их. Есть довольно очень и очень интересные. мы будем туда инвестировать. Следующий слайд. Следующий, да, спасибо. Хеликс Аква. Это Хеликс Вода. Мы хотим очень серьезно заняться тем, чтобы выпускать собственную воду, которая будет называться Хеликс Аква. Мы в это забиваем бюджет 3,5 миллиона долларов для начала и 2016-2017 год сделать планом ее реализации. Мы будем делать воду только хорошего качества и будем ее продавать не только в нашей сети Хеликс Фэмили, но и будем выходить с ней на абсолютно открытый международный уровень супермаркетов, торговых центров и всего остального. Эта вода займет вторую позицию с самого начала в украинском, в украинской продаже вод, а потом, может быть, посостязаемся с самым лучшим и раскрученным изготовителем вод в Украине и потом займем первенство. На это мы готовы потратить первые полтора года для создания этого всего 3,5 миллиона долларов. Так что я думаю, что это очень интересный проект. Следующий. Чайные плантации в Шри-Ланке. Мы наконец-то можем об этом сказать. Вон с Саранцом, с Карабашарским едем этим летом. Кто хочет, подключайтесь, можете с нами поехать. Мы едем в Шри-Ланку на целых 2 недели. Мы будем там строить завод по изготовлению и фасовке чая. А может быть, купим уже готовый. Есть несколько предложений, их надо рассматривать. В первую очередь, мы готовы купить плантации и на это все выделить 10 миллионов долларов. В 2018 году начало и завершение создания нашего собственного бренда чая, который мы будем делать вместе с вами. Следующее. Собственное международное интернет-телевидение и радио. Бюджет 3 миллиона долларов. В 2016-2017 году мы с вами создаем медийное пространство, которое будет называться Helix Television и Helix Radio. Это собственный телевизионный канал, вещающий 24 часа в сутки и собственная радиостанция. Самое интересное, это то, что они будут международного стандарта и будут возможны к просмотру в любой абсолютно стране мира. Это очень важно, потому что мы международная компания и мы не хотим только одной страной скажем, ограничивать это и все должны понимать о том, что наш журнал будет выходить на пяти языках уже следующий номер. Это то, что телевизионный канал у нас будет уже в этом году и своя собственная радиостанция. Мы всегда сможем включить свой канал и посмотреть прямую презентацию какого-либо направления нашего бизнеса или просто презентацию, которую проводят где-то в каком-то городе. Можем с вами обсудить какие-то планы, подискусировать на разные темы в прямом эфире, в студии, которые мы тоже сейчас будем делать. То есть, это все мы собираемся делать в этом году. Я это не рассказываю о том, что мы будем делать когда-то. То, что будем делать когда-то, у меня все расписано. Следующее. Бизнес-проекты расписаны на 10 лет вперед. Да, вот это то, что я вам сказал. Пока не надо говорить о том, что будет через 10 лет. Давайте мы с вами поживем, посмотрим, что мы сделаем с вами вместе с вот этими деньгами и с вот этими новыми бизнесами, которые в самое ближайшее время уже начнут свое существование. Почему мы в этом году еще ничего не открыли? Я думаю, что вы теперь поняли почему. Потому что мы с сегодняшнего дня с вами официально запускаем в продажу на 490 миллионов долларов собственные акции компании, которые будут приносить прибыль каждому из нас. В первую очередь это 18-уровневая, 18-процентная реферальная программа. Это 12 уровней. И это все возможно, потому что мы зарабатываем хорошие с вами деньги. И в следующем мы это все будем делать абсолютно легально. Наконец-то те люди, которые скептики, которые могли сказать «Я подумаю», мы им дадим в зубы то, что они хотели и они будут с нами. Добро пожаловать в семью навсегда. Спасибо. Я думаю, что с этой новостью вам нужно всем переспать. Мы здесь еще остаемся. И то, что мы сегодня сделали, это заслуга каждого из нас. Я точечно про это все рассказывал вам. Многие, кто сейчас здесь присутствует, они уже знают, что мы это будем запускать. И эти люди сказали, что с открытием этого направления мы все почувствуем действительно будущее каждого из нас. И с этим нашим новым направлением тогда, когда мы будем продавать то, что на самом пике того, что у нас есть, тогда, когда нет проблем, тогда, когда есть все необходимое для того, чтобы просто развиваться и забирать все деньги себе. Мы отдаем эти деньги вам всем для того, чтобы вы продали их нашим людям, имели за это деньги и имели своих, скажем, надежных наставников, с которыми будете работать до конца, до конца. Передадите своим детям, внукам и будете радоваться жизни. Я уверен, что это будет, потому что все, что мы с вами загадывали, задумывали, это все мы всегда реализовывали. Это правда? Да! Давайте теперь поаплодируем друг другу, ведь мы все вместе большая семья. Я вас всех очень люблю, даже если есть какие-то технические неполадки. что ж.